Друзья, всем привет! Сегодня воскресный день, собрались покататься. Нас около пяти-шести машин. Едем изучить один интересный маршрут. Вам приятного просмотра! Я взял бензопилу, как раз я знал, потому что после паводка у нас здесь все было в воде. На нашем маршруте лежит дерево. Сейчас мы с вами уберем дерево. У нас машина приспособлена. Если бедочка, подпилим немножко, дерево уберем и поедем дальше. Субтитры делал DimaTorzok На нашем канале новый нивасик на шестнаре. Но пока на заднем приводе. Без переднего кардана. Так, маршрут у нас почти расчищен. Можно было, конечно, так проехать. Но, во-первых, можно и колеса прокалывать. Сегодня небольшим коллективом, нашим Оренбургский клуб любителей бездорожья Нива 07, выехали посмотреть один интересный маршрут, который прилегает вдоль лесополосы, вдоль Сакмары. Конечную точку не могу сказать. Лес после паводка. Весь в бревнах, весь в ветках, комаров, тьма тьмущая. Парни сейчас будут проезжать. Я буду снимать для вас видосики. Всем хорошего настроения. Не забывайте подписаться. Да, и двигатель работает вообще интересно. Но без проблем. Без проблем. Есть дорога прямо, есть дорога налево. К навигатору, в принципе, и там, и там можно проехать. Он говорит, тут глубоко. Говорю, ну айда, посмотрим. А сколько? Говорю, я не проехал. А здесь река. Ну да, здесь кто-то проезжал. Но нет, здесь мы поехали дальше. Это нет, не стоит. Есть, конечно, березовые рощи, но очень мало. В основном, вот у нас это Карагач. После паводка весь лес был затопленный. Деревья, естественно, вот такие, видите, как дорогу все перегородили. То есть мы уже здесь не первые по ходу едем. Но бензопилу взяли. Как видели, вначале мы там одно дерево подпиливали и убирали, чтобы освободить намошу. Багажник жалко. Новый, алюминиевый. На заднем приводе, на МТЭхе пока не едет. Сейчас будем набирать инерцию. Давай! Стоять, стоять, стоять. Ну да, на полном приводе, конечно, тут разговора нет. Потихонечку МТЭхе. Вообще на холостых. Вот вам и разница, да? Монопривод и полный привод. В принципе, наглядно видно. Даже если у нас на моноприводе и на МТЭхе очень сложновато. Но, в принципе, все это проезжабельно. Так, я взял бензопилу. Мы знали, куда, в принципе, едем. Бензопила, хайджек. Берем, идем пилить. Свежие, еще зеленые. Но проезду оно нам не дает. Будем... Что, греботчик нашел? Ну, все, сейчас пожарим. Не убирай далеко. Вот у нас красный не варсик, говорит, не едет. Перестал работать на карбюраторе, как я и говорил. Такое тоже бывает, что в дороге случаются какие-то у нас поломки. Чем там, энергетиком? Да. А что? Бензот? Бензот? Бензот в руку. Понятно. Ну, давай, крути, посмотрим. Ну, тяжело, прям тяжело. Так, первую помощь цепляем, вытаскиваем на ближайшую полянку. Ну, и попробуем с толкача, ну, с буксира ее завести. Продолжаем маршрут. В принципе, маршрут интересный. Вот так вот покататься по лесу не каждый день получается. Поэтому мы вот выезжаем к нашим коллективам. И вот такие места исследуем. В одну машину, конечно, можно поехать. Но, во-первых, у нас есть коллектив, с которым мы выезжаем. Ну, и команды тоже интересные. Прокатнулись, посмотрели маршрут. Попьем чаю, колбаску пожуем и разъедемся. Так, ребята у нас там заблудились. Два невасика отстали. И, ну, в лесу сами знаете, что очень легко заблудиться. Возвращаюсь, потому что связь, в принципе, по рациоустойчивая. Но, найтись не можем. Самое интересное, гром гремит, возможно, будет дождь. А вы сами прекрасно понимаете, когда в лесу идет дождь, и как интересно двигаться. Опа, все, нашлись, нашлись. Разворачиваемся, едем обратно. У меня дисковые тормоза полностью в круг. Впереди типа как от Соболя, а взади типа от Варда. Но у меня есть видео. И вот я просто в автомобиле ездил и свои впечатления рассказываю. Да, вот я, получается, сравниваю с обычной Нивой, где взади барабаны и передние дисковые тормоза, получается, невентилируемые. Трехпоршневые суппорта, ну, обычные Нивовские. И вот, прокатившись на витальной машине, я понял то, что педаль намного отзывчивее, и тормоза более такие сбитые, что ли. То есть машина прям так резко тормозит отзывчиво на педаль. На барабанах, на стоковой Ниве. Там уже потяжелее. То есть не информативное торможение идет. Бывает, тормозишь, даже если в пол умеренно, машина начинает, ну, либо боком вести, либо еще как-то. На машине у меня не стоит АБС, у виталия стоит. У меня оно тоже не работает. Не работает. Не работает, поэтому, как обычно, тормоза. И торможение намного лучше. Вот что двигатель, вот 1.9 лучше, что вот тормоза. Вот если кто будет ставить, либо задумываться, ставить ли комплект тормозов задних и вот передних, ну, мое мнение, ставить нужно. Но ручника у вас не будет, если вы поставите дисковые тормоза. Ручника такого у вас не будет. Жесткого. Там, потому что эти, да, идут обычные, как на иномарках. Еле-еле будет держать. Это вот большой минус. А так, в основном, в принципе, и колодки быстрее стираются задние. Потому что они там типа от фарда, первого, да, фарда, по-моему, передние, ну, маленькие стоят. Очень быстро выходят, устроят. Впереди идущий автомобиль. Парация говорит, все, приехали. Тупик, обрыв. Вроде по навигации показывают, что как бы проехать можно. Гром, слышите? А, мы на Сакмару уперлись. Вот так. Мы по берегу Сакмары. Люди там купаются. Плесы. Красота. Здесь узко и опасно. Ладно, а туда дальше нету дороги, Андрей? Туда правее нет дороги? Нет. И там дальше нет дороги, да? Там она куда-то идет. Нет, дорога-то идет куда-то. Да, пусть вот здесь лежит. Воду мы его не бросили на бережку. Будем пробовать проезжать. Конечно, узко, опасно. Но другого варианта нет у нас. Так, ну что, пробуем. Узко, очень узко и очень опасно. Как бы самому еще не упасть. В принципе, нормально, Андрей. Все, проезжаешь. Иди, пройдите пока, посмотри. Может, там что пилить надо. Пока, дядя, будем проезжать. Ну что? Рискуем дальше. Бери левее. Проминай. Все, проехал. Молодца. Не-не-не, туда. Все, поехали. Все, проезжай, Коль. Проехал вместе метров 200. Говорят, дороги нет смысла. Туда двигаться нет. Поэтому разворачиваемся и едем обратно. Все, проехал вместе. Все, проехал вместе. Все, проехал. Ну вот, теперь для кого-то, кому надо будет здесь проезд, дорога есть, дорогу организовали. Навигатор показывает, что вот дорога направо, вот она, вон дорога направо, пойдем посмотрим. Дорога узкая, все машины мы здесь, ну, станем, во-первых, пилить и узко, поэтому двигаемся мы дальше. Продолжаем маршрут, крапива растет, все руки ждет. Я в штанах, но предусмотрел, что длинные штаны одевать надо, потому что едешь по незнакомому маршруту, как обычно, вот такие вот нюансы встречаются. А вообще, конечно, прикольно. Дождь, то, что я говорил, будет. Как видите, небо ясное, уже, к сожалению, дождя для нас не будет. И это печально лично для нас. Пытаемся сейчас выехать на берег Сакмара, где можно будет попить чайку и, возможно, искупаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, мы сейчас до пляжа доедем уже, там искупаемся, чай попьем и в принципе наше мероприятие, я думаю, будем заканчивать. Покатались по лесу, думали, что будет дождь, но, к сожалению, не фартануло у нас. Здесь дорога пролегает вот по такому, ну, можно сказать, лесополоса, наверное, больше. Ну, после паводка, говорю, интересно, дорога меняется очень сильно, деревья завалены, поэтому приходится ездить с бензопилой. Вот, и сейчас вот проезжали, Веста стоит, знакомый мой, говорит, хотел здесь проехать, но, говорит, я что-то не рискнул, побоялся. Я говорю, поехали с нами, за нами, говорю, и победу не дадим. Вот, едет Веста, мы ее пропустим, и она будет двигаться у нас впереди. Вот, ребята, на Весте. Говорит, одним страшно, а коллективам, говорит, интересно. По крайней мере, даже, если что-то случилось, зацепили, вытащили, так вот даже интереснее. У нас сейчас получается два автомобиля, моноприводная Веста, передний привод, и Невасик у нас на заднем приводе. Как видите, можно на моноприводе спокойненько по таким местам проезжать. Главное, чтобы моральная проходимость у вас всегда присутствовала. Тогда уже, как говорится, никакие дороги нам не страшны. Вот так вот на Весте, пацаны. Женя, если смотришь видосик, молодца, молодца. Да, я его впереди пустил, он едет. Моральная проходимость у высокого человека. Это самое главное. Вот, смотрите, мы выехали с посадки сейчас, и вот нам нужно, осталось чуть-чуть доехать до Сахмара. Развивайте направо. А, чувак, Веста, как думаете, вытащит себя? Ух, какая! Между прочим, там девушка за рулем. Ну, вообще красавчик. Я не знаю, на Весте ESP установлена или нет. Конечно, если ESP установлена, то намного проще автомобилю будет выезжать в таких ситуациях. Нихрена себе, тут такой клиренс. Вот, представь, что творят. Канистру, смотри, зацепили. Вот это дает. На, молодцы! Продолжение видео. Веста, которая ехала впереди нас по грязи. Заехали на песчано-гравильную смесь. Давление двоечка. Небольшой подъем назад самостоятельно не выезжает. Закапывается. Сейчас Евгений травит до 0,7-0,6 и посмотрим на травленной резине, как будет выезжать. Так, ей спешку. Сейчас мы отключаем. Выжимай. Без букса. Давай, чуть-чуть вперед. Ага. Все, все, хорош. Давай назад пробуй. Тяжело. Но все равно, давай, вперед, поехали. Пробуем. Ну, дроссель чистить надо. О, выехал. Поедешь, поедешь. Давай, вперед, вперед. Все, метр пролезь. Все, поехали назад, Жень. Сейчас нормально. Поехали назад. Поехали, 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 поехали. Вайда машина. 0,6 атмосфер. И на любом автомобиле, моноприводе, полном приводе, вы выезжаете с непредвиденной ситуацией. Возьмите на заметку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, мы покупались, попили чаю. Едем на другую локацию. По навигатору примерно должны выехать колхоз Ленина. Впереди виден мост. Наши сакмары. Погода теплая. 30 градусов примерно. Едем на другую локацию. С Андреем едем. И вы видели человека вот на таком автомобиле. Это Niva с двигателем АК, да? Правильно? Вот. То есть колеса. А это чего я ты сказал? Девятка. Девятошная? Сжата прям сильно как бы. Ну, она на одном колесе, значит. А редуктор ты там с чего сделал? Все не узкое. А, не узкое. Да, и тяги, и рычаги, и все. Только единственное, пружина послабше. Угу. Вот такой мотор. Седушечка. Все, приборочка. Вот такой вот внедорожник вы видели. Субтитры сделал DimaTorzok Все, диальная школа. А. Игорь. Продолжение следует...